Они не понаслышке знают, что такое ненормированный рабочий день. Их смена начинается еще до первых лучей солнца, а заканчивается порой к началу следующего дня. Врачи скорой медицинской помощи в пандемию испытывают на себе колоссальную нагрузку. Ани Горебян заканчивает медуниверситет, год назад пришла работать на станцию скорой помощи. До этого Ани несколько лет трудилась в реанимационном отделении. В день медик выезжает на 15 адресов. Когда ты приходишь в медицину, ты изначально готовишься к этому, ты знаешь, что будет тяжело, но это как ощущаешь свою обязанность выполнять это все. Поэтому интерес никогда не угасает, так что всегда это остается главным. Вне зависимости от того, что тяжело, что не хватает свободного времени, что приходится не любить сон, где-то не покушать, но все равно это того стоит. Чемоданчик с препаратами медики получают перед выездом. Важно быстро и внимательно проверить наличие всех необходимых медикаментов. Оперативность и отсутствие права на ошибку – здесь у врачей компромиссов нет. Оттачиваясь мастерство, врачи приезжают в свои выходные дни. Если раньше это приходилось делать на простых манекенах, то сейчас условия изменились. После теоретической части медики приступают к тренировке в VR-программе. С помощью дополненной реальности врачи имеют дело с реальным кейсом, который им предстоит решить за определенное время. К примеру, сейчас на экране задан сценарий, когда у пациента случился инфаркт, и у врача есть 10 минут, чтобы ему помочь. Точность работы вот этих джойстиков и шлема VR-а достаточно высокая. То есть порядка миллиметра расстояния и около нескольких сотых градусов по повороту. То есть, соответственно, программа создана таким образом, что она определяет правильность выполнения определенных манипуляций в начале диагностики, затем лечения препаратами. Точность именно техническая проблем не вызывает. В конце будет табличка, которая показывает ошибки, что правильно было сделано, что неправильно. Сразу после прохождения виртуальной программы медики перемещаются в абсолютно идентичную станцию, но уже реальную, где на роботе отрабатывают точно такие же действия, как и в программе. Робот имитирует естественные функции человека – дыхание, сердцебиение и даже дает реакцию на медикаменты. Например, у него может измениться давление. Всего в программе 10 сценариев. Ее писали 8 месяцев с экспертным участием врачей и только 4 месяца назад попробовали на практике. По ней учат студентов и действующих специалистов. Ее уникальность в основном заключается в том, что даже если есть какие-то близкие конкуренты, то у них нету каких-то четких более соблюдений шагов, чем у нас. У нас можно поднести руку, согнуть человеку ее, прощупать у него пульс, еще что-то. У них это происходит больше как командами. Мы даем виртуальному нашему, нашей помощнице команду, она это делает. По сути, да, есть какое-то вроде бы участие человека, но с другой стороны, ты все равно сам руками делаешь, ты просто стоишь и говоришь это. С этой стороны, он более интересен, он позволяет использовать VR на максимум. У нас идет именно проверка знаний человека на алгоритм, выработка у него навыков запоминания и повторения вот этих вот самых навыков, которые в последующем ему помогут как пройти официальную презентацию, так и оказать там саму помощь в жизни. В будущем разработчики хотят распространить программу по медицинским вузам страны и, быть может, за ее пределы. Мария Ильевна, Сергей Баскин, События.